Всем здравствуйте! Сегодня у нас 12 октября 2022 года, Одесса. Среда 11 часов. Что мы вам скажем сегодня за Одессу? Ночь, конечно, у нас прошла неспокойно. Начиная с пол первого ночи была воздушная тревога. Значит, было в пол первого ночи. В пол третьего. В пол третьего, в три. А, в три, да? Да, то, что я заполнил. В семь утра и в десять утра сегодня тоже была воздушная тревога. Мы пошли сейчас немножко с вами прогуляться. Расскажем немножко, какие у нас, что мы знаем за Одессу. Ну, самое главное и положительное, что на прошлой неделе в Одессе родилось 135 малышей. Это 75 мальчиков и 59 девочек. Также говорят, что роддом, роддома работают. Врачи оказывают помощь и беременным женщинам, и новорожденным малышам. Если надо ложиться на сохранение, женщин кладут на сохранение. В общем, все идет своим чередом в медицинских учреждениях. Что еще? Мы поздравляем всех, мам и пап, этих детей. Чтобы у них все было хорошо, и они были здоровенькие. Мама и папа или дети? Дети, конечно. Да, правильно, да. Мы поздравляем. Я надеюсь, что вы тоже к нам присоединяете. А знаете, что еще такого интересного? Оказывается, Геннадий Труханов, это наш мэр, если кто не знает, в Париже лично передал ЮНЕСКО номинационное досье «Исторический центр города-порта Одессы на рассмотрение ЮНЕСКО». С целью включения его в список всемирного наследия. Это очень здорово. Почему? Потому что теперь никто не будет... Теперь никто не будет сносить эти любые здания, красивые, некрасивые, потому что они входят в наследие ЮНЕСКО. Да, хорошо, все верно. Что у нас еще? А, мы не знали. Оказывается, на прошлой неделе на выходных в ресторане «Дача» на французском бульваре прошел мастер-класс для маленьких деток. Самым маленьким было 3 года. Детки лепили пряники. Но они не лепили, они, знаете, уже было готовое тесто, им дали формочки, и они этими формочками выдавливали пряники, потом разукрашивали, ну, естественно, им помогали. Потом был праздник детям. Они веселились, им делали подарки. В общем, было хорошее настроение у всех, и было очень здорово. Оказывается... А, не оказывается, а мы ночью пришла информация в 23.00 примерно. На привозе горело здание двухэтажное. И на втором этаже застряло... Было 9 человек, и они могли погибнуть, они задыхались, и пожарные их спасли. Это здание, которое находится между старым привозом и новым привозом, на привозной. Там всегда была гостиница на втором этаже. Люди жили. Почему так много людей, и чего и ночью? А ты уверен, что сейчас это была гостиница? Я думаю, что да. Куда она изменится? Да? И сильно много людей, 9 человек. Ночью. Значит, там они... Для гостиницы 9 человек это много? Нет, ну, это кажется. Может быть, половина спаслась, а 9 осталось по пикетам. А-а-а. Вот это. А-а-а. Ну, наверное. Ну, главное, что их спасли, слава богу, и пожар потушили. Вот такой кафе симпатичный. А еще, ну, вчера мы не рассказывали. Мы ехали, вы знаете, в троллейбусе. Ну, вчера был такой тяжелый день, и позавчера мы ехали в троллейбусе. Смотрим в окно. Люди убирают листья. Знаете, не просто подметат, а специально такой дуйка. Это пылесос в обратную сторону. Да-да-да, дуй, дуйка. Стоит человек в форме, убирают листья. Потом едем, рисуются вот эти новые на дорогах, как они называются. Там, где остановки, разметка дорог. Да-да-да, разметка дорог, разметка для велосипедов, разметка для остановок. То есть, понимаете, вот идет жизнь. Жизнь идет в городе. Не стоит. И вот это так, ну, это хорошо, что люди работают. Конечно, все очень тяжело, но благодаря тому, что люди могут работать, что люди могут где-то пойти на выставки, на концерты. Это очень отвлекает, потому что иногда вот многие пишут, как вам не стыдно, вы смеетесь, вы улыбаетесь. Война, да, война, это жутко, это очень плохо. И мы хотим, чтобы эта война закончилась. Но нельзя падать духом и нельзя все время плакать. Надо прогонять плохие мысли, но это мое мнение. Вы можете думать по-другому. Извешивание, друзья, мы сегодня проезжали, я смотрел, как машина проезжает, но у нас все стеклянные остановки, все стеклянные. Трамвайные троллейки, да. И мы, бригада моет эти остановки. Мы отъехали, идеальная остановка после них. Помыли их, так, четко. Это приятно, это очень приятно. Очень приятно. И еще, ведь в горсаду постоянно тоже для детей делают разные выставки. И не только для детей, но и в горсаду постоянно делают для детей. Разные выставки. И не только для детей. Есть же арт-галерея в летнем театре. В этой галерее все время тоже выступают. Показывают картины, скульптуры. И детям делают разные мероприятия. В горсаду все время выступления. На Дерибасовской. Ну, это надо, обязательно надо, чтобы... Ну, так мне так кажется. Конечно же, не только грустить. А вот мы недавно заходили в обжору. Случайно зашли, а там мастер-класс как... Ой, да, слушай. А, сейчас, сейчас, подожди, подожди. Давай заглянем в эту гостиницу. Помнишь, мы как-то в нее заходили? Она, видно, сейчас не работает. Ой, какая она красивая, здоровая. Помнишь, мы заходили... А сейчас, видишь, пусто, пусто. А раньше мы заходили, там столики. Это, видно, был ресторанчик. Ну, мне кажется, что сама гостиница работает, да? Ой, посмотри на эту красоту. Гостиница работает, не работает ресторанчик. Да, да, да. Ой, какая красота. Слушай, посмотри вот на это. Боже мой. Какие молодцы, да? Вот так красиво украшается все, ухаживается. И у кого-то поворачивается язык сказать за Одессу что-то плохое. Ну, я не понимаю таких людей. Ну, это не одесситы, я понимаю, да. Это злые, они хорошие люди. Мы не будем о них говорить. Посмотрите на эту красоту. Двери закрыты, но можно вот так посмотреть. В общем, вот смотри, как... Расписано все красиво. Да. А вот там, вот в мирное время, там стояли столики, был ресторан выходил, официант. Это же нарисованные все. Да, 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 да. Это нарисованные, да. Это такой, как дворик. Да, очень здорово. Как здорово, да. А, ну, давай, это из-за обжора. Ты говорил за обжор, мы пошли, да, в обжор. Зашли в обжор, там мастер-класс для взрослых, не детей, для взрослых, как печь. С детьми, для взрослых с детьми. Там же они были и взрослые, и дети, да. И дети, да. Ну, сам факт просто, понимаешь, что большой магазин делает вот такие вот... Да, акции. А, так самое интересное, это бесплатно, да. Это, по-моему, по четвергам, и кто не знает, в обжору можно подойти, записаться. Они, ну, они должны знать, сколько человек придет. Я не знаю, это только обжору на Воробьевы мы заходили, а в других есть такая акция. Ну, а, я не знаю, а, я не знаю, да, да, да. Ну, сам факт просто, мне прям самой стало интересно, чтобы... Но это надо взрослые с детьми, это и очень здорово, да. Детки заняты были, взрослым тоже нравилось. И потом вот эти пирожные, которые они делали, им отдавали, они могли их съесть или забрать домой. Вот как тебе эти сыры, да. Я не знала, что они здесь. Смотри, как много сейчас сыров. Это в магазин, это эти сыры, да, везде по всему городу. Да, ну, да, вкусный сыр, конечно. Ну, хорошо, наверное, мы будем уже заканчивать. Мы вот еще немножко поснимаем, молча. Ну, будьте нам здоровы, берегите.